Добрый день! Я сегодня хотел бы снять небольшое видео о глиупорном смеси. Такой пользуюсь уже не первый год, который себя хорошо зарекомендовала, хорошего качества. Мои товарищи, тоже печеньки. Это компания Терракот. Сейчас на этом комплекс использую черную упаковку. Она рассчитана на 1800 градусов. Хорошая смесь, уже не первый год их используем. Это не реклама, это уже проверено на работе, да, непосредственно. Никаких тонков, пластичные, все нормально, хорошо работает. Вот, что я еще использую, то есть есть еще упаковки желтого цвета, там они рассчитаны на 1500 на 1400 градусов. Тоже хорошие смеси, тоже используем. Кладу я на тонкие швы, где-то 3-5 миллиметров, разрешено до 8 миллиметров использовать шов в ядре горения после пупечки, может быть, кабин, барбекю. Почему важно использовать тонкие швы? Потому что, если кто-то делает толстые швы, или, может быть, начинающие специалисты, или человек делает для себя сантиметры больше, то глина со временем, она высыпается. А если в печи находится еще происходит конденсат, или произошел дождь при строительстве, или глина вымывает, и уже в этих местах трудно, доступных, трудно что-то исправить. Но самое главное, что из-за высыпания глины из швов происходит утечка газа, особенно в печи. Это может быть, очень опасно. Поэтому технически правильно делать швы, 3-5 миллиметров. Со временем его не придется заделывать. Еще я немножко добавляю, чтобы глина не высыпалась, значит, иногда это необходимо, в некоторых местах белый цемент. То есть глина при этом, она и эластичная, она не высыпается, но при этом не трескается. То есть буквально на ведро, значит, я добавляю один мастерок до двух, в зависимости от ситуации, от необходимости. Уже сам мастер будет решить. Я его сами для себя строю. Да, еще могу добавить флория. Так как у нас вода жесткая, чтобы смесь была эластичной, с ней было удобно работать, потому что в некоторых местах есть вода мягкая, необходимости в этом нету. Но у нас была жесткая, поэтому не надо добавлять. Могу показать, что получается. Вот, пожалуйста, с добавлением белого цемента получается светлая кладка. То есть никаких разводов. Вот, бежевого цвета швы. Вот, если при цементе, который добавляет кто-то, да, получается темные разводы здесь, если разводы есть, то они светлые практически не дать. И кладка будет нам выглядеть более аккуратной, более приятной. Значит, это что касается смесей. Смесь, которую я использую. Еще немножко хотелось бы поговорить о безопасности. Мы делаем печь на себя или на заказ, или хотим, чтобы печь она многие годы радовала и нас, и хозяина, которые мы строим. Вот, хотелось бы немножко сказать про задвижки. Что я сейчас в последнее время делаю прорези в задвижках, особенно, что касается закрытых помещений. Это необходимо для того, чтобы человек в случае, ну, случайного закрывания полного задвижки не угорел, и его семью не угорело. Да, это сейчас даже требует МЧС в некоторых регионах. Или даже если уже печь готовая, старая, тоже можно сделать прорезь в задвижке. Чтобы не было несчастного случая. Вот, тоже я вам хочу показать. В задвижке сделал прорезь небольшую. Да, сам завод-изготовитель тоже сделал обозначение, где можно сделать прорезь. Вот здесь показана линия, где можно обрезать сам угол, чтобы из задвижки выходил лишний угарный газ. Да, это, может быть, редко бывает. То есть, люди всю жизнь пользуются печами. Вот. Но, к сожалению, бывает им одно несчастное случая. По каким-то причинам. Вроде бы все прогорело, да, человек задвигает задвижку. А где-то в углу остался кусок топлива, непрогоревшего. Часто какое-то время он загорается, а люди уже спят, да, и происходит непоправимое. Поэтому лучше, как говорится, сжечь один-два полена, но люди не пострадают. То есть, вот что хотелось бы еще сказать. На этом все. Пожелаю всем хорошего здоровья, здоровья, настроения и успехов в работе. Пожелаю всем хорошего здоровья.